При болезни Паркинсона развивается и деменция на поздних стадиях, но все же. Чем она отличается, например, от деменции при болезни Альцгеймера? Да, значит, мы сейчас говорим о том, что это дегенеративные заболевания центральной нервной системы, где страдают нервные клетки, подкорковых структур, в основном именно черной субстанции. Но не только страдает этот отдел, страдают диссеминированно, рассеянно и другие отделы центральной нервной системы. Поэтому в основном это проявляется в том, что наступает дефицит выработки и выделения дофамина, оно проявляется в основных симптомах, но поскольку страдают нервные клетки и масса тела, то есть идет атрофический процесс, дегенеративный, то это потихонечку приводит к тому, что вообще страдает функция головного мозга. И потихонечку в процессе развития заболевания, кроме двигательных, кроме других нарушений, на уровне тремора, на уровне аффективных нарушений, на уровне тех изменений, которые происходят именно в эмоциональной сфере, происходит изменение интеллекта. То есть это те изменения, которые мы называем снижение интеллекта или деменции. Эти изменения проявляются практически сначала снижением адекватной реакции на происходящее вовне и внутри. Чем они интересуются, чем они живут. То есть болезнь как бы поглощает, они начинают жить меньше внешним миром, то есть событиями в мире, событиями в стране, событиями в семье. Они начинают все больше и больше жить именно болезненными переживаниями и ощущениями в себе. Вот всем комплексом, это стягивание, это боли, это ригидность, это тремор, это нарушение там, мы говорим, во время сна, это нарушение все, которые происходят во время их, так сказать, желания передвигаться. Все эти проявления, они их поглощают. И наступает ухудшение концентрации внимания, нарушение памяти, нарушение фиксации внимания. И это все приводит к тому, что развивается деменция, слабоумие. Вот поскольку это заболевание может длиться десятками лет, оно в общем-то помогает сохранить способность активной жизни достаточно долго. Это где-то вот нулевая стадия, первая стадия, вторая стадия, до третьей. Многие еще сохраняют способность работать, в зависимости от требований на работе. А уже вот третья, четвертая, пятая стадия, здесь конечно изменение интеллекта приводит к тому, что нарушается способность ориентироваться во времени и в пространстве. Опять же, в силу фиксации внимания на чем-то, они не следят за временем. Их это уже не интересует. Не интересует вообще отношения в семье. Они больше и больше погружаются в мир депрессии, тревоги, раздражительности. То есть вот такой вот негатив. Но если мы говорим об импульсивно-компульсивных расстройствах, которые говорил в предыдущей, так сказать, вот нашей как бы голове ролики, то мы понимаем, что их увлекает что-то другое. Вот мы говорим, какие-то занятия, увлечения, которые ими управляют. Не они управляют движением увлечения, а им и управляет как бы вот интерес, удовольствие от, допустим, игр, гиперсексуальности, допустим, от увлечения коллекционированием, от каких-то стереотипов поведения. Вот это развивается как бы уже в третьей, четвертой и дальше стадиях, пока этот интерес потом не притупляется и не уходит совсем. То есть в данном случае мы говорим о том, что деменция потихонечку обедняет жизнь человека, его интересы, и приводит к тому, что они потом вообще даже не стремятся вставать с постели, не стремятся там соблюдать гигиенические меры, так и меры гигиены, обслуживание себя к питанию. Интерес вообще к чему уходит. В отличие от болезни Альцгеймера, где, в общем-то, на первый план выступает снижение памяти. Вот там снижение памяти, оно выступает как бы вот самым главным, выраженным таким синтромом, который, в общем-то, ну, даже медикам не нужно быть, чтобы вот это выявить. И снижение памяти на событии именно последнего времени. Вот это при болезни Альцгеймера, когда они забывают выключить газ, забывают, куда они шли, забывают потом, что они говорили, где положили вещи. То есть там на первом плане именно снижение памяти и отчуда все остальные изменения. При сохранности двигательных функций, при отсутствии гидности, при отсутствии тремора, при отсутствии вот других вот как бы симптомов, что характерны при болезни Паркинсона. Агрессия является симптомом болезни Паркинсона? Значит, этот симптом агрессии, как аффективное нарушение, чаще проявляется у мужчин. То есть для женщин характерно, мы знаем, что мужчины болеют чаще этой болезнью. По статистике, это в основном как бы вот для мужчин пожилого возраста, ну, иногда мы говорим, где-то у 10-15% это в молодом возрасте, но в основном это заболевание мужское, вот у них появляется раздражительность, агрессия, недовольство, вспыльчивость. Мы иногда называем это дисфорическое поведение. Иногда это приводит к тому, что они могут проявлять это в виде криков, оскорблений, швыряться чем-то. То есть негативизм, отказывается от подчинения, допустим, родным и близким, не желает общаться с медиками, врач приходит, они замыкаются, не хотят разговаривать, угрюмые, ну вот, хотя врач вроде как бы вот к ним относится с любовью, с заботой. Иногда наоборот, то есть родными они агрессивны, злобны, потому что где-то обижаются на, вот я с таким сталкивался пациентом, вот, сиделка у него, обеспеченная семья, у него сиделка. Вот, она полностью ухаживает его, ну, домашний стационар, у него дома все так, чтобы было удобно, то есть это как бы не обычный диван, не обычная кровать, а кровать как бы больничная, то есть она белой краской, ее легче протирать. Кровать, представляете, дома функциональная, чтобы можно было там в средней части даже судно снизу подставить, то есть все сделано, что матрасик в клееночке, поднимается головной конец очень легко, он полусиде, поднимается немножко ноги, чтобы отеки спадали, все хорошо. Тумбочка поддвигается на роликах, убирается, все везде моется, все очень комфортно, никаких лишних вещей, чтобы не спотнулся, не упал, никаких проводов, ковров, все это есть. Ну, и когда я пришел, он со мной разговаривал, в общем, старался сдерживать одну рукой другой, все разговаривал хорошо, но когда появилась сиделка, женщина достаточно, можно сказать, услужливая, сидел, когда услышал человек, и она что-то подала, я видел, как он на нее взглянул, я видел, как он на нее рычал, как он на нее, вы знаете, вот прямо вот с таким раздражением, уйди там, ну вообще, вы знаете, аж как-то после этого, как вот видишь, как человек меняется, то есть к тем, вот кем он может себе позволить, на них орет, кричит, присутствует даже постороннего человека. Со мной он разговаривал как бы сдержанно, сдержанно, то есть вот такие бывают как бы установочное поведение по отношению к отдельным лицам, на кого он накопил, допустим, обиду, злобу, раздражение, то есть вот такое бывает выборочно, кого-то из семьи вот не возлюбит, и, ну, естественно, что родным потом очень даже неудобно заходить к нему, а он потом, а чего не заходите, почему на меня не обращаете внимания, вы меня не любите, а вы деньги пользуетесь, вот мои пенсии, ну, все эти дела, которые, в общем-то, связаны с тем, что у пожилых людей происходит еще определенные элементы такого, знаете, ну, как бы не экономии, а жадности, вот у них это тоже проявление, вот потом, которое переходит в такие паранояльные вещи, то есть бред ущерба, бред отношений, что характерно для, ну, в общем-то, заболеваний и деградации личности, и деменции в старческом возрасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова